всем привет дорогие друзья вы на канале айти доктор сегодня мы будем создавать вот такую вот красивую форму и сделаем ей небольшую интерактивность с помощью css давайте приступим к видео уроку начнем мы с того что создадим тег центр для того чтобы наша форма была по центру страницы теперь создадим тег форм и внутри него мы уже будем делать всю нашу форму если мы сохраним у нас пока что ничего не происходит так и должно быть давайте создадим field set и внутри него как мы уже знаем нам необходимо создать тег legend сделаем ему align right и напишем форма регистрации отлично теперь так как мы хотим чтобы у нас текст был слева все элементы формы справа мы можем создать таблицу заодно попрактикуемся в создании таблиц нажмем table отлично и теперь внутри тейбл мы будем делать нашу структуру tr умножить на на 4 и внутри будет td умножить на 2 то есть два столбца и четыре строки вот у нас получилась такая вот структура теперь давайте поставим здесь курсор и создадим тег лейбл а во втором столбце создадим 3 input и текстария также нам необходима кнопка давайте создадим ее под таблицей отлично вот мы видим уже у нас появилось что-то похожее на форму теперь нам нужно продолжить оформлять ее в html документе давайте напишем здесь текст введите имя здесь у нас будет введите имейл введите телефон и последнее поле у нас введите сообщение отлично мы видим у нас уже появился текст давайте немного поработаем с кнопкой сделаем ей type submit и напишем текст отправить хорошо также нам необходимо указать всем этим полям атрибут placeholder давайте укажем здесь имя почта сообщение вернее здесь телефон и здесь сообщение вот у нас появились уже вспомогательные подсказки теперь нам надо всем нашим инпутом и текст арии создать идентификатор ид и укажем здесь ид и for будут одинаковые так как этот лейбл соответствует данному инпуту поэтому мы сразу указываем его одинаково пусть будет name то есть имя тип текст здесь у нас будет mail тип email phone тип будет у нас текст и здесь давайте напишем message name оставим пустым поставим 50 строк и 7 столбцов на этом вроде бы наша форма готова после всех этих операций наша форма уже готова если вдруг мы что то здесь забыли то вернемся и добавим а пока что давайте перейдем в css и начнем уже редактировать именно внешний вид нашей формы давайте отсюда вот скопируем весь этот код с помощью плагина css fear если мы вставим html код в css то у нас появляется структура и мы можем очень быстро начать создавать здесь стили удалим вот эти вот атрибуты и давайте начнем форм нам тоже не нужен field set поставим ширину давайте поставим 700 пикселей так мы видим у нас она немного меньше чем мы хотели давайте нажмем f12 выберем данный элемент справа вы видите здесь у него стиль мы можем его прям вот так вот стрелочками на клавиатуре изменять и видим как это влияет в принципе 800 мне кажется довольно отличный результат поэтому поменяем здесь на 800 и сохраним дальше напишем font size 20 пусть будет и фонт weight болт то есть жирным текстом это что касается нашего legend то есть вот этого текста в принципе я думаю здесь все давайте перейдем к лейбл увеличим тоже немного шрифт так также поставим его жирным прошу прощения мы здесь написали форм тейбл давайте вырежем этот текст поставим здесь запятая напишем форм лейбл так как у нас одинаковые стили мы можем просто написать здесь через запятую данные атрибуты нам тоже не нужны поставим для кнопки высоту 50 пикселей font size пусть будет 20 здесь мы забыли точку запятой font size 20 давайте укажем background у меня здесь есть один цвет который я заранее подготовил такой вот светло-синий поэтому я его выбираю вы можете выбрать другой например нажать control e и выбрать необходимый вам цвет теперь укажем border radius небольшой для скругления пусть будет 10 пикселей отлично поединку укажем 10 пикселей 15 пикселей то есть по бокам 15 сверху и снизу 10 line height поставим 25 пикселей и border сделаем нон то есть уберем вот эту вот границу если вы видите все теперь ее нету давайте теперь сделаем для button hover то есть когда мы будем наводить на кнопку сейчас вы видите ничего не происходит если мы напишем button двоеточие hover мы можем указать какие-то стили для того чтобы они работали при наведении бэкграунд укажем такой вот вы видите он немного светлее и давайте поменяем color на белый отлично отлично теперь у нас наша кнопка работает вот таким вот образом теперь нам необходимо для форм input и форм текст ария создать стили давайте напишем margin bottom 10 margin left 20 font size 16 размер шрифта ширина 250 высота 30 вы видите как это все быстро происходит благодаря плагину emit мы просто пишем сокращенные конструкции если вы не знаете как это делать то обязательно посмотрите этот видео урок здесь появится подсказка и вы сможете также найти ссылку в описании далее мы делаем border radius подставим 5 пикселей сохраним взглянем давайте пока что уберем высоту и ширину а то у нас испортилась наша текстария и отдельно создадим форм input и сюда вставим данные два атрибута чтобы они применялись только для импута а это у нас общий для импута и для текстарии border radius мы указали теперь напишем font family тахом тахом пусть будет стандартный шрифт сейчас не будем скачивать подключать какие-то шрифты и укажем границу border в два пикселя solid solid такого цвета как кнопка теперь вы видите у нас появляется рамочка и уже довольно неплохо все выглядит предлагаю также указать здесь padding left в 10 пикселей чтобы у нас текст немного отступал от края и сделать box shadow 1 1 8 и цвет такой вот это серый цвет теперь у нас появилась такая легкая тень но тем не менее довольно красиво все выглядит также добавился у нас префикс автоматически давайте здесь вот укажем форм текст ария то есть стиле для текста арии поставим padding топ 5 и такой вот атрибут интересный resize он говорит нам как мы можем менять длину и высоту текст арии вы видите сейчас мы можем ее менять в любых направлениях после того как мы укажем resize vertical мы можем менять ее только по вертикали также можно поставить по горизонтали например если есть необходимость и давайте еще для интерактивности добавим такие вот элементы фокус 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 и текст ария фокус фокус это в отличие от хавер который работает при наведении фокус работает именно когда мы стоим курсором на данном элементе то есть сейчас вы видите ничего не происходит а сейчас когда мы напишем здесь у нас будет немного кое-что меняться давайте сделаем border 2 пикселя solid такой вот цвет сохраним и посмотрим что у нас получилось мы нажимаем и у нас меняется цвет границы тем самым мы понимаем что мы сейчас работаем с именно этим элементом и кнопка у нас оформлена довольно симпатично в принципе вот такими вот не сложными действиями мы создали довольно красивую форму в html тут вообще все просто мы вставили форму в ней таблицу таблицу можно было вообще не вставлять на самом деле но мы заодно попрактиковались в работе с таблицами поэтому здесь у нас таблица внутри форма с несколькими элементами а в стилях уже мы оформили по порядку ничего сложного то есть берем элементы input оформляем button текстария label наш и так далее то есть нет ничего сложного в этом я надеюсь данное видео было вам полезно если это так ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями ну а с вами был айти доктор до новых встреч в следующих видео уроках до новых встреч